За последние 50 лет о феномене НЛО часто пишут газеты. Эту тему эксплуатируют таблоиды, осмеивают скептики, не принимают всерьез научное сообщество. Но неопознанные летающие объекты прочно захватили человеческое воображение. Последние исследования в Канаде подтверждают интерес обывателей к этой спорной теме. В США ежегодно появляются десятки книг об НЛО, а в Голливуде снимается как минимум один в сезон фильм об этом феномене. Именно в США находится самая крупная в мире уфологическая организация под названием МУФОН, члены которой ежегодно устраивают международные симпозиумы по проблемам изучения НЛО. Вебмастер сайта ufocity.com и один из авторов книги «Покидая восточные берега» Питер Робинс, известный нью-йоркский художник. Он хорошо знаком с сообществом охотников за НЛО. Эта тема волнует невероятное количество людей. Их можно отнести к разным социальным слоям общества, но что всех нас объединяет? Попытка найти разгадку необъяснимому. Может быть, здесь есть что-то и от духовных поисков. Большинство из нас можно назвать идеалистами. Мотивы их странных поисков объясняются желанием попытаться понять, что происходит. Но чем больше этим занимаешься, тем больше готов поверить в существование внеземных цивилизаций. Мы пытаемся докопаться до правды в том, что в общепринятом смысле является тайной. Далеко не каждый из нас может похвастаться научными степенями, но многие имеют отношение к искусству, а значит, обладают особой чувствительностью. Именно это эклектичное отношение к исследованиям запятнало репутацию УФО-сообщества. Как только становится известно об очередном контакте с НЛО, на место событий слетаются не только охотники за НЛО, но и журналисты. И те, и другие пытаются разузнать как можно больше. Для одних это горячая новость, для других — возможность заявить о своих безумных теориях, об укрывательстве государством фактов НЛО присутствия, насильственных похищениях людей инопланетянами или угрозе вторжения внеземных цивилизаций. Комментарии серьезных исследователей тонут в небылицах, которые куда привлекательнее выглядят для средств массовой информации. Неудивительно, что за последние годы за охотниками за НЛО закрепилась репутация людей, мягко говоря, невменяемых. Тем не менее, как группа заинтересованных людей, мы достигли больших успехов в исследованиях. И хотя наши открытия не всегда пользуются уважением в научных кругах, мы лучше организованы и владеем большим объемом информации. В течение многих лет успехи исследований напрямую зависели от личной заинтересованности охотников за НЛО, которая сдерживалась только наличием самих событий инопланетного присутствия и давлением средств массовой информации. Современные взгляды на НЛО расходятся с теми, что были прежде. Чтобы лучше понять эту эволюцию, мы должны вернуться к делу Кеннета Арнольда 1947 года, благодаря которому появилось определение «летающая тарелка». Никто не сможет лучше рассказать нам о тех событиях, чем французский социолог Пьер Легранж, исследователь Парижского центра социологии инноваций. Его Пьеру принадлежит несколько трудов об изучении феномена НЛО. В последние годы его считают одним из ведущих мировых авторитетов в области Уфо-истории. Дело Кеннета Арнольда открыло эру летающих тарелок. Именно тогда появилось это выражение. 24 июня 1947 года этот 32-летний частный пилот и бизнесмен увидел странные летающие диски над горой Рейнер, штат Вашингтон. Со слов Арнольда, они летели в два раза быстрее скорости звука и имели необычную форму. К форме тарелки это не имело никакого отношения. Эти диски были спереди круглые, а сзади треугольные. Описывая полет этих объектов, Арнольд использовал такую метафору, как будто тарелки скользят по воде. Возможно, те объекты, которые видел Арнольд, были просто стаей перелетных птиц. Однако с этой историей началась современная эпоха летающих тарелок. Но в 1947 году неопознанный летающий объект не был синонимом инопланетного космического корабля. Кеннет Арнольд тогда решил, что стал свидетелем испытания секретного оружия. Вполне очевидно, что внеземная суть явления появилась уже позже. Если мы познакомимся с первыми статьями, которые можно найти в прессе за 26 и 27 июня 1947 года, мы увидим, что наряду с несколькими теориями выдвигалась и теория об инопланетном происхождении ненаблюдаемых объектов. Но куда большей популярностью пользовалось мнение, что это было секретное испытание новых средств авиации. На следующий день после заявления Арнольда, американская армия принимает особые меры безопасности, чтобы возвести стену молчания. Однако, несмотря на все усилия военных, сложилось впечатление, что на территории США брушилась целая флотилия летающих тарелок. Заявления об их наблюдениях поступали со всех уголков страны. С тех пор, как армия отказалась публично комментировать эти факты, небольшие группы из двух-трех человек начали самостоятельно собирать информацию об этих явлениях. Именно с этого началась уфология — наука, изучающая НЛО. Первые уфологии появились в 50-х годах в таких организациях по исследованию атмосферных явлений, как НИКАП и ОПРО. Они забирали огромную массу информации, которая не отличалась особой системностью. Поначалу НЛО видели только летающими в небе. Они зависали в воздухе и улетали прочь, не приземляясь. Затем постепенно стали появляться рассказы о приземлениях НЛО. Со временем исследователи изменили свой подход к изучению. Профессор истории Университета Темпл в Филадельфии Дэвид Джейкобс, автор известной книги «Споры об НЛО в Америке». На мой взгляд, первыми уфо-организациями в США можно назвать Национальный комитет по исследованию атмосферных явлений НИКАП и ОПРО, организацию, которая также занималась исследованиями атмосферных явлений. И то, что вокруг НЛО стали разгораться споры, это было очень важно. НИКАП и ОПРО продолжали собирать и анализировать информацию о наблюдениях летающих объектов. Их можно смело назвать пионерами методологии феномена НЛО. Именно в разгар 50-х люди начали высказывать предположения о внеземном происхождении НЛО. Вскоре эта теория стала особенно популярной в толковании неопознанных объектов. Но консервативные исследователи, которые отказывались разделить от удовольствия зрения без весомой аргументации, заклеймили последователей иного мнения, как невежественных и не заслуживающих внимания особ. Сегодня, спустя полвека после первого наблюдения НЛО Канэтом Арнольдом, остается только удивляться, каким образом то, что поначалу рассматривали как сверхсекретное оружие, стали считать межпланетными средствами передвижения. Как инопланетяне стали центром исследований НЛО? Первым, кто выдвинул идею о том, что летающие тарелки имеют внеземное происхождение, был Дональд Кихоу. В 1949 году бывший военный, ставший журналистом, исследовал для журнала Тру этот феномен. После общения с бывшими коллегами по армии, не давшего особой пищи для размышлений, он довольно скептически относился к теме. Но чем глубже Кихоу погружался в эту историю, тем больше становился уверенным в том, что военные сознательно не говорят всей правды. Его статья, которая в 1950 году была опубликована в январском номере журнала Тру, в числе первых сделала популярной теорию об инопланетянах. Три года спустя Дональд Кихоу написал книгу «Летающие тарелки из космоса», популярность которой в книжных магазинах еще больше укрепила теорию о внеземном происхождении НЛО. С тех пор была проведена черта между теми, кто верил в инопланетян, и теми, кто не разделял эту точку зрения. Пока в Америке взвешивали все за и против теории о внеземном происхождении НЛО, на другом берегу Атлантики, во Франции, насчитывалось беспрецедентное количество наблюдений за летающими объектами. Если до этого верхом был простой полет по небу некоего объекта, то теперь НЛО, казалось, приземляются везде и всюду. Более того, обитатели этих космических кораблей разбуливали по нашей планете. Одна из самых удивительных историй случилась 10 сентября 1954 года с Мариусом Дивалем из деревушки Кару, которая находится на севере Франции. Я услышал лай своей собаки, но она лаяла не так, как обычно. Сначала я не обратил на это внимания, но потом решил посмотреть, что же ее так беспокоит. Я увидел двух человек, или скорее двух существ. Где они находились? На другой стороне дороги, примерно в 3-4 метрах от меня. Вы можете их описать? Они были довольно маленькими, ростом примерно около метра. Летающая тарелка была там. Как она улетела? Она поднялась вверх, примерно на 45 метров. Прямо вверх? Потом превратилась в огненный шар и прилетела в восточном направлении. В 60-е годы появилось новое поколение исследователей. Среди них был и Джон Килл, который стал автором серии книг о феномене НЛО. К тому же он исследовал то, что, казалось бы, вообще интересовало других людей. Он изучал то, что вроде как и не относилось напрямую к феномену НЛО, то, что было на грани. Для таких исследователей, как Джон Килл, неопознанные объекты не были обычными посещениями землян, инопланетными существами в летающих тарелках. В сферу его научных интересов входило гораздо больший и сложный круг проблем, затрагивающий вопросы экологии и оккультных наук, явления, которые можно отнести к человеческой природе. Некоторые люди предлагали психологические теории для этих явлений. Теперь Килл обосновался в области парапсихологии, где события, происходящие в нашем обществе, напрямую связаны с визитом инопланетян. Благодаря Джону Киллу в конце 70-х возникло движение, которое на равных изучало как феномен НЛО, так и паранормальные явления. Его последователи полагали, что все происходящее тесно связано с очевидцами визитов неопознанных объектов. В 70-е годы ВВС США потеряли интерес к НЛО. Вместо военных проблемами изучения этого феномена стали заниматься вслед за Джоном Киллом немало исследователей с университетским образованием. К началу 70-х годов ВВС США уже прекратили так называемый проект «Голубая книга», который занимался изучением феномена НЛО. Военные сделали вывод, что НЛО не представляют угрозу национальной безопасности. Теперь уфологией можно было заниматься в открытую. Именно на 70-е годы приходится расцвет серьезных уфологических исследований. Хотя многие документы так до сих пор находятся под грифом секретности. И многие загадки, как, например, события в Розвилле, так и остаются пока тайной. Нехватка конкретных результатов привела к расколу среди уфологов, которые разделились на два лагеря. В конце 70-х в уфологии происходят удивительные вещи. Среди самих уфологов проявляются критические настроения. Скептиков теперь стали считать рационалистами, теми, кто ничего не понимает в феномене НЛО. Ситуация изменилась. Те, кто долгие годы горячо верил в существование НЛО, радикально изменили своим позициям. Они стали говорить, мы больше не верим в существование НЛО. В 1977 году французский уфолог Мишель Моннери издает книгу «А что если НЛО не существует?» Согласно Моннери, НЛО не больше, чем ошибочная интерпретация известных природных явлений. Они нереальны, они просто миф. Нет никаких инопланетян, посещающих Землю, нет необычных явлений. Все это ошибочные мнения зашедших в тупик людей, которые в действительности наблюдали за Венерой, метеозондами, самолетами и другими вполне объяснимыми явлениями. Постепенно охотники из НЛО приходят к выводу, что только сбора отчетов очевидцев неопознанных объектов явно не хватает для всестороннего изучения феномена НЛО. Что происходило в уфологии в 70-е годы, когда в рядах исследователей стали появляться первые скептики? Это было время, когда, обсуждая отчеты очевидцев, уфологи стали думать, нам нужен более научный подход, мы должны изменить наши методы изучения. Только отчетами очевидцев ситуация не изменится. Мы должны представить весомые доказательства, как это делают любые ученые. Долгое время мы были уверены, что дело ученых — наблюдать за природой. Но в действительности работа ученых больше носит лабораторный характер. Они очень редко наблюдают за природными явлениями. Куда больше времени проводят с приборами, диаграммами и графиками. Их контакт с природой довольно опосредованный. Если ученый идет в лес или забирается на вершину горы, вряд ли он сможет попасть в суть происходящих событий. Уфологи задали себе вопрос, можем ли мы представить данные, связанные с историями об НЛО, так, чтобы их воспринимали как научно обоснованные факты. Уфологи осознали, чтобы добиться успеха и признания, важно не только собирать истории или высказывать свое мнение, подобно судьям или полицейским. Необходимо тщательно исследовать все факты, чтобы предоставленные данные не вызывали сомнений у экспертов в том, был ли реальностью случай наблюдения НЛО. Франсуа Бурбо принадлежит к новому поколению уфологов, которые появились в 70-е годы, во времена изменений в идеологии исследований феномена НЛО. Цель, которую я поставил перед собой, когда работал над своим первым научным трудом, заинтересовать университетское сообщество изучением феномена НЛО. Но вскоре я натолкнулся на своеобразную стену разного рода предубеждений и предрассудков. Эти ученые мужи, вероятно, просто боялись потерять доверие своих коллег. Должен сказать, что дело здесь было в том числе и в нехватке знаний по изучаемому предмету. Немаловажно заметить, что в области изучения феномена НЛО для таких серьезных дилетантов, как я, которые готовы докопаться до истины, не хватает финансирования для исследований и необходимого количества ассистентов. Если же быть до конца откровенным, у нас весьма ограничен доступ к технологиям, которые позволяют провести исследования по горячим следам на месте контакта с НЛО, где, например, можно найти немало вещественных доказательств на грунте. Благодаря подобным пробам мы могли бы значительно продвинуться в исследованиях. В подобных случаях промедление смерти подобно, а нам приходится подолгу ждать результатов анализа, чтобы продолжать исследование. Мы также могли бы передавать результаты своих тестов экспертам для дальнейшего изучения. Может быть, проблема именно в этом? Хороший пример того, как недостаток финансирования и материально-технического обеспечения может повлиять на результаты исследований. Случай в городке Сент-Мари-де-Монуар, который находится в 90 километрах от Монреаля. Сначала я был уверен, что это по площади было 4 на 4 метра, но когда встал, увидел, что это зависло над домом моего соседа. Везде в доме был синий цвет и неизменный шум. Думаю, это было что-то из космоса. У них более совершенные технологии, раз они прилетают к нам. Было очень ярко. Не знаю, на какое расстояние от дома был виден этот свет, но там, где находился я, было светло, как днем. Некоторые специалисты считают этот случай особенно загадочным. Уфологи, занимающиеся этим событием, вынуждены были прекратить исследование из-за недостатка средств. Франсуа Бурбо был единственным, кто продолжил изучение. События в Сент-Мари-де-Монуар могли стать одной из уникальных возможностей для более глубокого изучения феномена НЛО. Было очень много очевидцев происходящего, причем таких компетентных свидетелей, как полицейские. Я был потрясен. Ничего подобного в жизни не видел. Среди свидетелей были люди из разных социальных слоев общества. К тому же на почве остались следы, которые можно было рассматривать как вещественные доказательства. Электромагнитное воздействие наблюдалось на определенной территории, где остался на почве след от НЛО. В этом месте трава позеленела, а ведь все это происходило зимой. На собственные средства в университете Ливаль я заказал экспертизу образцов травы и почвы. Результаты оказались потрясающими. Уровень хлорофила был в 10 раз выше, а содержание азота возросло на 300%. Мне показалось это очень странным. Обычно уровень хлорофила во всех растениях одинаков. Не думаю, что человеческое вмешательство могло изменить эти показания в той траве, что мы исследовали. Напомню, все это происходило в ноябре. У нас в руках были образцы, которые действительно можно было всесторонне исследовать. Но нам не удавалось заинтересовать необходимое количество специалистов из разных научных областей. Ботаники, физики, математики, генетики. Тех, кто изучает магнетические и электрические излучения. Мы потеряли уникальную возможность приоткрыть завесу тайны в этом загадочном феномене. Постепенно, в течение нескольких лет, охотники за НЛО разделились на два обособленных лагеря. Одни продолжали свято верить во внеземное происхождение НЛО, другие, в основном это были исследователи феномена НЛО, стали называть себя скептиками. Уфологию нельзя назвать наукой, которой занимается единая группа исследователей. Скорее, как и в любой другой научной дисциплине, это взаимодействие разных исследовательских групп. На мой взгляд, тот факт, что среди уфологов есть скептики, не значит, что уфология становится более научной в своем подходе к изучению. Это значит, что исследователи стали думать с точки зрения тех, кого они раньше критиковали. Сегодня скептицизм по отношению к НЛО – личная точка зрения, как когда-то была вера в существование неопознанных объектов. После многолетней веры в существование НЛО они решают встать по другую сторону баррикад. Меняет ли это что-то? Рационалисты говорят, наконец-то исследователи НЛО придерживаются более научных методов в исследованиях, но факты говорят об обратном. Когда страсти стали понемногу успокаиваться, исследователи НЛО действительно стали использовать в своих исследованиях более научный подход, снова вернулась дискуссия. Существует или не существует НЛО? Отрицание этого феномена не говорит о вас, как о настоящем ученом, но оно разжигает полемику. Эти премии сложно отнести к научно обоснованному спору, поскольку каждый оппонент следует личной точке зрения. Стать исследователем НЛО довольно просто. Напечатайте несколько визитных карточек и опубликуйте статью в нескольких информационных бюллетенях. Гораздо труднее стать ученым. Вам нужен диплом, опыт и исследовательская работа, которая одобрена другими специалистами. Исследование феномена НЛО столкнулось с двумя проблемами. Частые изменения идеологии изучения и нехватка финансирования для исследований. Большинство УФО-объединений — жертвы нестабильного финансирования. Они не могут содержать постоянный исследовательский штат. Это приводит к тому, что, как правило, в подобных объединениях работают волонтеры. Идейные поиски — это замечательно, но здесь возникают проблемы с компетентностью и профессиональной состоятельностью участников исследования, от которых не приходится ожидать идеальных результатов. Очарованный в середине 70-х феноменом НЛО Антонио Хунеус пишет для журнала FATE и является соавтором книги «Краткая история исследований НЛО». Ему не понаслышке известны все трудности, с которыми сталкиваются исследователи. Одна из главных проблем изучения феномена НЛО в том, что зачастую ими занимаются непрофессионалы. И такая ситуация складывается во многих странах. Хотя был довольно непродолжительный период времени, когда в исследования вкладывали средства филантропы. В конце 90-х годов американский мультимиллионер Лоуренс Рокфиллер финансировал ряд научных конференций на восточном побережье. Встречи в Пакантико под председательством астрофизика Питера Старека из Стенсорского университета сегодня считаются самой важной инициативой, которая предпринималась в области изучения НЛО за последние годы. Франсуа Луанж Франсуа Луанж Специалист в оптической физике. Он возглавляет Флексименш, корпорацию, которая специализируется на получении изображений с помощью искусственных спутников Земли. В свое время он был активным участником встреч в Пакантико. Организованная в 1997 году мистером Рокфиллером конференция в Пакантико была весьма результативной. Этот джентльмен тратил немалые средства на благотворительные цели. Помимо этого, Лоуренс Рокфиллер проявил немалый интерес к проблемам изучения НЛО. В частности, его интересовали так называемые круги на полях. Именно поэтому он финансировал недельную конференцию в центре Пакантико, где когда-то жила его семья. Темой этой конференции был не феномен НЛО как таковой, а обсуждение вещественных доказательств и его существования. На этой конференции присутствовали два типа ученых. С одной стороны, уфологи, которые довольно серьезно занимались исследованием НЛО. Это такие люди, как Валле, Каласко, Ричард Хейнс, Джон Шуслер и многие другие. С другой стороны, в премиях принимали участие профессиональные ученые из разных сфер, которые скорее разделяли иную точку зрения, нежели уфологи. Цель заключалась в следующем. Привлечь к дискуссии разные исследовательские группы, чтобы выяснить, существует ли что-то общее в их исследованиях. По результатам конференции планировалось выпустить аналитическую брошюру. Зачем это нужно было Рокфеллеру? Единственное на тот момент официальное исследование проблем НЛО это был отчет комиссии Кандона, который спонсировали ВВС США. Этот внушительный по объему труд оселили немногие. В нем было приведено множество фактов, часть которых трактовалась как необъяснимые явления. Однако официальные выводы отчета Кандона были следующими. Во-первых, мы ничего необычного не обнаружили. Во-вторых, ученым лучше следует заняться более полезными исследованиями, нежели тратить время на то, что не представляет научного интереса. С легкой руки Кандона ученые с пренебрежением стали относиться к изучению феномена НЛО. Что касается выводов Кандона, мы согласны с ним как минимум по первому пункту. Мы действительно не нашли убедительных доказательств существования НЛО, и тем более веских оснований его внеземного происхождения. С другой стороны, с научной позиции мы совершенно не согласны с Кандоном. Мы полагаем, что если была бы возможность работать с собранной информацией и иметь в своем распоряжении необходимые технологии, ученые могли всесторонне исследовать этот феномен, выслушать наблюдения исследователей НЛО и продолжить изучение этого явления. Если конференция в Покантико официально признавала научный интерес исследований НЛО, почему же сообщество ученых в целом не заинтересовалось этим феноменом? Если бы кто-то нашел техническое применение проблем изучения НЛО, можно было бы найти спонсоров для финансирования исследований, пусть даже не для исследований, а хотя бы на еще одну научную конференцию под руководством мистера Старака. Возможно, там бы появилась группа исследователей, которые сказали бы, а нам, джентльмены, выделяют 10 миллионов долларов, а вы возвращайтесь к своим кульманам. Однако прежде чем рассуждать о том, как заинтересовать научное сообщество проблемами НЛО, необходимо, чтобы сами уфологи осознали не только важность собранной ими информации, но и способы ее представления. Материала для исследований собрано действительно очень много. Другой вопрос, что встречаются немало неоднозначных фактов, которые можно трактовать по-разному. И еще одна проблема. Весь этот огромный материал практически не систематизирован, что осложняет исследовательскую работу. Сегодня кажется удивительным, что после стольких лет исследований феномен НЛО представляет научный интерес для очень большого количества профессиональных ученых. Возможно, это можно объяснить тем, что идеалистические научные взгляды не соответствуют непризнанной реальности уфологии. Есть ощущение, что изучение НЛО как составной части исследований атмосферных явлений сдвинулось бы с мертвой точки как в Европе, так и в США и Канаде, если бы общество пересмотрело свои взгляды на этот феномен. Думаю, у нас постигнет разочарование, когда ученые представят свои ожидаемые всеми заключения. Если разговор идет о расширении знаний, то вряд ли стоит говорить о каких-то конкретных выводах. Когда ученые изучают некий предмет, они очень редко сходятся во взглядах. Конечно, когда мы читаем исторические книги о науке, нам встречаются известные имена — Галилея, Ньютона, Эйнштейн. Все они внесли значительный вклад в развитие науки. Но мы не должны забывать, что 99% всех научных исследований заходят в тупик. Но это не значит, что они не должны проводиться. Поиск, расширение проблемы — и есть прогресс. У ученых часто возникают разногласия. В науке очень сложно прийти к общности мнений. А теперь представьте, мы берем ученого из его привычного окружения и заставляем его работать с непрофессионалами, людьми с совершенно разными интересами. В таком случае им будет куда более сложнее работать. В подобных ситуациях ученые говорят, что исследователи НЛО несерьезны, они не могут представить очевидные доказательства, в отличие от ученого мира, где все работают на результат. Я же смотрю на эту проблему с другой стороны. Чтобы получить ученую степень, на это уйдет немало времени. И таковы установленные правила игры. Необходимо получить диплом, затем иметь публикации, подписанные контракты и так далее. В противоположность этому пути удивительно, как многого достигают такие уфоорганизации, как, например, бельгийская САВЭПС, вне подобной системы. Я бы не стал утверждать, что уфологи несерьезно подходят к исследованиям, исходя из тех условий, в которых им приходится существовать. Возможно, нам следует требовать именно от ученых большего результата. Спустя полвека со дня рождения уфологии, охотники ЗНЛО также далеки от ответа на главный вопрос, как и в начале пути. Можно ли обвинять их в том, что они не предприняли для этого необходимых усилий? У них был плохой выбор очевидцев НЛО? Или просто уфологи слишком доверяли сенсациям? Здесь дело не только в самих уфологах. Людям свойственно фантазировать. Я имею в виду не сферу исследований, а культурную среду и средства массовой информации. Именно отсюда пошла связь НЛО с внеземными цивилизациями. Я думаю, что представление об НЛО как о космических кораблях из других галактик — это наиболее распространенный образ во всем мире. В прессе, если и появляются репортажи об НЛО, они, как правило, связаны с похищением людей инопланетянами или крушением внеземных космических кораблей. Вот что может возбудить интерес обывателей. И эта ситуация не меняется вот уже несколько десятилетий. Именно подобный поверхностный взгляд на события формирует общественное мнение об НЛО. Я думаю, что в подобной ситуации уфологам довольно сложно вести серьезные исследования, поскольку общество в феномене НЛО интересует только сенсации. Отсутствие интереса научной элиты к феномену НЛО не только является следствием тенденции уфологов верить слухам о похищениях людей инопланетянами и крушениях летающих тарелок. Немалую роль в этом сыграли и предрассудки, царящие в обществе, в навязывании которых немалую роль сыграла поверхностная манера освещения событий, связанных с НЛО в прессе. Член Национального центра научных исследований в Париже Бартран Миюст написал несколько книг об изучении НЛО. Среди них и книга под названием «Научная фантастика» и «Летающие тарелки». Есть несколько факторов, которые повлияли на эту ситуацию. С одной стороны, неструктурность исследований. Они в основном проводились непрофессионалами, что значительно сказалось на их качестве с точки зрения научного подхода. С другой стороны, это стало своего рода вызовом для научного сообщества. Уфологи заявляют, что этот феномен не только заслуживает внимания, но и требует серьезного и всестороннего исследования. Во Франции подобные идеи пока еще не нашли поддержки в научном сообществе. Например, мои коллеги занимаются социологией и этнологией. Казалось бы, для них изучение НЛО не может быть проблемой, поскольку они изучают социальные и культурные явления. Но даже в этих областях НЛО не считается серьезным предметом для изучения. Если социолог вдруг решится исследовать НЛО, он рискует стать отверженным своими коллегами. Вот такая абсурдная ситуация. Как мы видим, существует своего рода барьер, страх культурного или философского отторжения. Предвзятое отношение к уфологам можно довольно просто объяснить. Если о некоем явлении не говорят, значит, его просто не существует. Я имею в виду не мифические истории об НЛО. Они в избытке появляются на страницах газет, а некие сообщения об исследованиях уфологов, которые просто не замечаются прессой. Но что интересно, подобная ситуация существовала не всегда. Обратимся к истории. Когда в прессе в конце 40-х годов появились первые сообщения об НЛО, об этом феномене писали все главные американские газеты, включая Нью-Йорк Таймс. Пока государство интересовалось этой проблемой, постоянно выходили официальные отчеты об исследованиях НЛО. Публиковались мнения разного рода ученых, метеорологов, биологов и так далее. И хотя они не занимались анализом происходящих событий, это были слова ученых мужей. Для американского сообщества это очень важно. Если это поддерживает государство, если об этом пишут газеты, это меняет ваши отношения к данному явлению. Чтобы избежать насмешек и презрительного отношения, уфология должна окончательно определиться, имеет или нет НЛО внеземное происхождение. А чтобы выжить, ей необходима хотя бы минимальная финансовая и техническая поддержка. На мой взгляд, государственные вмешательства просто необходимы для развития уфологии, поскольку большинство важных источников информации, как правило, находятся в ведении государства. Если взять, для примера, Францию, есть государственная полиция, военная и гражданская авиация. Естественно, эти организации не расположены делиться информацией, особенно это касается ВВС, которые держат в строжайшей секретности всё, что касается национальной обороны. Если вы не имеете отношения к этим организациям, получить информацию, например, о радарах, будет весьма сложно. В конце 70-х Франция стала единственной страной из Большой Восьмёрки, которая организовала необычное агентство. Его назвали СЕПРА. Это значит «Служба по исследованию явлений, вызванных проникновением в атмосферу внешних объектов». В том числе здесь изучается и феномен НЛО. СЕПРА является отделением Национального центра по изучению космоса, своего рода французского эквивалента американского НАСА. Возглавляет это агентство уже не первый год инженер Жан-Жак Веласко. Национальный центр по изучению космоса охотно делится своей информацией. Нам нечего скрывать. Мы сообщаем общественности о многих своих исследованиях. И мы будем придерживаться такой позиции впредь. Хотя это не является нашей главной задачей, как это было с предшественником СЕПРА группы «ЖИПАН», которая в основном готовила технические информационные сообщения. Разница между этими двумя организациями простая. У нас просто нет на это средств. Хотя Жан-Жак Веласко признает, что его организация не обладает необходимыми средствами для глобального исследования феномена НЛО, он признает, что без поддержки Головного центра о взаимодействии с уфологами не может идти и речи. Уфологами, как правило, называют людей, которые главным образом занимаются наблюдением за НЛО. Их интерес к исследованию носит любительский характер. Мы же занимаемся научными изысканиями, изучаем совсем на другом уровне факты появления НЛО, о которых нам сообщают. По сути, наша работа заключается в научном анализе подобных явлений. Помимо Франции, только несколько стран в Южной Америке создали официальное агентство для сбора отчетов о наблюдениях НЛО, как правило, под видом военной деятельности. В других же уголках мира отчеты о наблюдениях НЛО либо потеряны, либо уничтожены, либо хранятся в подвалах административных зданий. В Канаде представители Королевской конной полиции регулярно отсылали свои отчеты в Национальный исследовательский центр в Оттаве. После беглого с ними знакомства документы отправлялись в Национальный архив. Там они покрывались слоем пыли, и не было никакой надежды, что эти сведения могут быть кому-то полезными. Пока ими не заинтересовался канадский исследователь НЛО Крис Рудковский. Я изучил порядка двух тысяч отчетов о наблюдениях НЛО. Это был уникальный материал для исследований. Я благодарен руководству архива, что мне позволили работать с этими документами. Для них эти бумаги не представляли особой ценности, но они хотя бы их не стали уничтожать. Эти отчеты интересны и не с точки зрения того, что НЛО действительно существует. Благодаря им можно найти новые направления в изучении этого феномена, поскольку люди описывали именно то, что они видели собственными глазами. Это были непреукрашенные и малоправдоподобные газетные репортажи или фантастические истории, которые так любят таблоиды и кинематограф. В этом архиве представлены реальные и подробные отчеты наблюдения НЛО практически со всех уголков Канады. Уникальный материал, о котором может мечтать любой уфолог. Случаи с Крисом Рудковским скорее исключение из правил. В США, где собрано самое большое в мире количество сообщений о наблюдениях НЛО, у уфологов практически нет возможности получить копии этих документов. Как правило, эти бумаги отправляют в Шреддер. Главная проблема, которая так и остается неразрешенной, что за все годы изучения феномена НЛО так и не было создана единой информационной базы, в которую бы вошли все отчеты о наблюдениях НЛО. Исследования имели бы результат, если бы ими занималась некая структурированная институция. Но ничего подобного мы не наблюдаем. После 50 лет изучения НЛО, каким образом лучше суммировать результаты исследований? Уфологам, которые в основной своей массе являются непрофессиональными исследователями, так и не удалось склонить на свою сторону ученое общество. Им постоянно приходится сталкиваться с общественными предрассудками, которые сложились вокруг феномена НЛО. Но охотники за НЛО продолжают свои исследования, путешествуя по странным мирам в поисках доказательств в поддержку своих теорий. Очевидно, что если оставить в стороне все словесные перепалки между уфологами и учеными, и вместо пространных речей о чудесах науки, научные институты действительно бы стали серьезно и методично изучать феномен НЛО, от этого в выигрыше остались бы обе стороны, и наше общество в том числе. Американцы в основном придерживаются социологических теорий, которые вызывают меньше интереса в Европе. Это связано в первую очередь с тем, что к мнению уфологов в Америке ученые не особенно прислушиваются. Они запятнали свою репутацию невероятными мифическими историями об НЛО. В Европе некоторые уфо-организации давно развенчали все эти неправдоподобные теории, но об этом мало кто знает. Мифы об НЛО, которые существуют в Северной Америке, особенно в США, разнеслись по всей Европе. Такие исследователи, как Скорно, ваш покорный слуга и другие, не скажу, что мы прекратили свои изыскания, они нам все еще интересны, но к нам практически никто не прислушивается. Пьер Ле Ранж пока еще находит силы обратить всеобщее внимание на свои исследования. Но в действительности, всех куда больше интересуют американские вымыслы об НЛО. В последнее время для их распространения активно используется интернет. Я профессор, и у меня есть студенты, которые интересуются НЛО. Но они не знакомятся с серьезными исследованиями об этом феномене. Когда они слышат выражение «летающая тарелка», первое, что им переходит в голову, это вся американская билиберда про НЛО, которую они выудили из интернета. Когда мне было 25 лет, об НЛО было известно, что это некие объекты, летающие в небе. Мы выходили в поле, чтобы лично наблюдать за ними. Теперь молодые люди предпочитают черпать информацию из интернета. Вот почему я все меньше интересуюсь проблемами НЛО. Этот феномен все больше превращается в своеобразную виртуальную реальность. В октябре 1994 года серия ужасных происшествий, произошедших в Швейцарии и Квебеке по вине Ордена Хромосонца, пролила свет на тайный мир сект, появившихся вследствие так называемого «движения контактеров». В 1952 году американский мигрант польского происхождения придал новое значение свидетельствам очевидцев НЛО. В комнате полной жаждущих сенсаций репортеров Джордж Адамски заявил, что получил телепатический приказ отправиться в пустыню Мохави, где он обнаружил космический корабль. Адамски утверждал, что вошел в контакт с пилотом, прилетевшим с Венеры. Его миссия заключалась в том, чтобы предупредить землян об опасности использования ядерного оружия. Группы уфологов сочли рассказ Адамски доказательствам инопланетного происхождения НЛО. На следующий год Адамски в соавторстве написал книгу под названием «Летающие тарелки приземлились», которая имела огромный успех и положила начало движению контактеров. После публикации книги еще несколько человек заявили о том, что они тоже входили в контакт с пришельцами с Венеры и Марса. Задолго до этого, в начале 20 века, исследователи из обсерватории Лоуэлла обратили внимание на странные строения на Марсе. Шьепарелли и Персиваль Лоуэллы считали, что они могут быть каналами, которые построили разумные существа. В 50-х годах астрономы уже знали об условиях жизни на планетах Солнечной системы, в том числе на Марсе и Венере. Уже было известно, что на Марсе атмосфера очень разряженная, а на Венере, напротив, облачная плотность привела к возникновению парникового эффекта, то есть исследователи имели более-менее полное представление об этих планетах. В 30-х годах, накануне Второй мировой войны, Орсон Уэллс прочитал по радио адаптированный к американской действительности роман Герберта Уэллса «Война миров». Радиоуслушатели были в шоке. Они решили, что Землю захватили пришельцы с Марса. Думаю, что раз общество поверило в этот розыгрыш, значит, люди верили в возможность подобного разворота событий. Астрофизики и эксперты по фотоизображениям научно доказали, что рассказ Адамский являлся фальсификацией. Начиная с этого момента, уфологи не принимали в расчёт заявления представителей движения контактёров. Да и средства массовой информации часто высмеивали его приверженцев. Тем не менее, движение контактёров продолжало развиваться. Сегодня в мире существуют сотни таких полурелигиозных групп, которые верят в контакт с инопланетянами. Заведующий кафедрой религиозных исследований при Лавальском университете Квебека Ильен Бушар давно интересуется этими новыми религиозными течениями. В мире существует несколько сотен групп, относящих себя к движению контактёров. Как правило, в каждой из них насчитывается всего несколько членов. Чтобы обнаружить все эти секты, пришлось бы немало потрудиться. В большинстве случаев группа существует лишь до тех пор, пока жив её основатель, или пока её члены верят в новое откровение. В США одной из первых групп, основанной на мистицизме, была так называемая научная академия Юнариус, аббревиатуру которой можно перевести как «Вселенское понимание науки иных измерений». Меня зовут доктор Чарльз Спиго. Я являюсь директором научной академии Юнариус. Юнариус — это добровольная, образовательная и научная организация. 33 инопланетных корабля приземлятся здесь, в том месте, где стоит указатель. На табличке написано «Добро пожаловать, космические братья». Несмотря на то, что обоих основателей академии уже нет в живых, а пришельцы так и не появились в назначенное время, идея Юнариуса поддерживает немало людей. Сегодня в рядах группы числится более 6 тысяч членов. Юнариус был основан Эрнестом и Руфью Норманами в 1954 году. Супруги утверждали, что пришельцы попросили их освободить человечество от кармы, поскольку, согласно философии Юнариус, человечество появилось в результате множества реинкарнаций. Руфь Норман считала, что является перевоплощением Сократа, Марии Магдарины и Моны Лизы. Будущее Земли — это положительный прогресс. Поверьте мне. Большинство групп, созданных в рамках движения контактеров, вполне безобидны. Но ужасные события, произошедшие в Храме Солнца, заставили правительство и органы правопорядка более бдительно относиться к их деятельности. Мэтью Косо создал французский интернет-сайт, который призван предупредить людей об опасности сект. Людям нравится говорить об инолуи-бережельцах, потому что в этом есть некая тайна. В США контактеры весьма умело обращают жаждущих в свою веру. Например, не так давно жил учитель Дэнг. Этот гуру говорил о вселенской энергии. По его словам, он получал приказания от высших существ, которые связывались с ним, когда он летал в самолете. Существовала также секта Айзазен, чей гуру также получал некие сообщения. Чтобы привлечь в свои ряды новых членов, руководители групп использовали разного рода уловки. Например, в секте могли бы обещать, что знают ответы на вопросы, которые интересуют каждого из нас. Кто мы? В чем смысл жизни? Что с нами будет? Они заявляли о скором прибытии на Землю пришельцев, что придавало секте орел таинственности, а значит, и привлекательность в глазах обывателей. И чем туманнее разговоры об этом, тем лучше. Особенно, когда речь заходит об инопланетянах. Ты должен почувствовать свою избранность. Я являюсь частью чего-то особенного. Со мной общаются внеземные цивилизации. Пришельцы приобрели определенные божественные качества. Они все знают и способны сделать практически что угодно. Роэлиты утверждают, что с точки зрения технологии они обогнали нас на 25 тысяч лет. То есть на инопланетянина смотрят практически как на Бога. Несмотря на разнообразие сект, религии нового века, их суть можно свести к одной идее. Если основателями группы явились не сами инопланетяне, то, по крайней мере, это были пророки, выбранные ими, чтобы нести на Землю информацию от космических провидцев. Вы всегда мечтали учиться у Иисуса, Будды или Мохаммеда. Что же, вы немного опоздали, «Научиться у меня никогда не поздно». Как правило, учение каждой секты сводится к единому постулату. Существуют как хорошие, так и плохие пришельцы. Последние хотят уничтожить человечество, в то время как хорошие стоят на его страже. Члены секты являются избранными и находятся под защитой добрых внеземных сил. Не просто составить общее описание подобных сект. Но мы заметили, что в каждой группе царит почти семейная атмосфера. Как можно охарактеризовать людей, вступающих в эти секты? Если человек выбирает религиозное меньшинство, он сознательно отделяется от общества. Как правило, такие люди весьма анапористы. Странно, когда их представляют робкими созданиями. Согласно исследованиям, такие люди стремятся выделиться из толпы. Уход в секту — своего рода вызов, брошенный обществу, так как после подобного поступка человека непременно заметят, и, возможно, он станет объектом для насмешек. Таким образом, одна из главных черт таких людей — желание показать свое превосходство в религиозном смысле. К тому же они стремятся понять смысл жизни. Я бы сказал, что такие искания характеризуют всех тех, кто вступает в подобные группы. Пожалуй, главная черта, присущая каждому члену секты, это желание выделиться из толпы. Не думаю, что существует кто-то, полностью застрахованный от сильного влияния секты. В 1970-х годах движение новой эры вдохнуло новый смысл в существовании сект поклонников НЛО. Несколько лидеров сект позаимствовали идеи Эриха фон Даникена и Роберта Шару, авторов теории о древних астронавтах. Со временем постулаты сект видоизменялись. Униформа инопланетных пилотов уступила место длинным белым одеяниям, а пришельцы, которые когда-то являлись в оплате, теперь превратились в бестелесных существ, живущих на высших духовных уровнях. Космическим посланцам теперь уже были не нужны летающие тарелки. Они могли общаться с людьми посредством телепатии. В самый разгар этих перемен в идеологии сект, молодой француз Клод Варион публично заявил, что 13 декабря 1973 года он вошел в контакт с пришельцем. Он посоветовал Клоду Вариону, который когда-то был певцом и выступал под именем Клод Целлер, теперь называть себя Раэль, что значит «Несущий свет». Поначалу он решил заняться певческой карьерой, подражая Жаку Брейлю. Раэлиты поют о меде с корицей. В действительности эти слова из песни Жака Брейля, написанной в 60-х годах, которые называются «Черная грязная глотка». Затем он решил попробовать себя в роли спортивного репортера, так как он очень любил автогонки. Клод основал небольшой журнал под названием «Автопоп». Но когда в 70-х годах случился энергетический кризис, его журнал разорился, так как правительство в целях экономии наложило запрет на проведение автогонок. Затем он появился в программе французского телевидения «Большая арена». Во время интервью он рассказал, что однажды шел по парку Овернь в Волкану и встретил существ, называвших себя элохимами. Ростом они были примерно метр двадцать. Элохимы вошли с ним в контакт, чтобы передать землянам сообщения. В 1973 году я работал журналистом во французском автожурнале. Когда я гулял по парку Овернь в Волкану, увидел, как недалеко от меня приземлился космический корабль. Из него вышло маленькое существо и передало мне сообщение. Об этом вы можете прочитать в книге «Истинное лицо Бога», которое продается в любом книжном магазине Квебека. «Смысл этого сообщения состоял в следующем. Очень давно, когда на Земле еще не было жизни, эти пришельцы пришли на нашу планету и создали здесь жизнь». После того, как люди увидели Клода по телевидению, они стали обращаться к нему. Так и началось это движение. Насколько мы знаем, поначалу Клод Врион считал себя обычным парнем, который должен передать землянам сообщения пришельцев. Но со временем слава и всеобщее внимание вскружили ему голову. К тому же это было время всеобщего разочарования, не было идейных лидеров. В 70-х годах процветало либеральное движение, ратующее за сексуальную свободу. Мир и любовь – вот чаяние людей того времени. Сегодня же мы живем в совсем другое время. Возлюбленный пророк в костюме космонавта, пропавший нафталином, совсем не похож на образ того Клода Вриона, который вызывал восхищение людей в 70-х годах. История Клода Вриона – яркий пример, как обычный человек превращается в глазах людей в гуру. Он становился все богаче и богаче. Можно ли верить тому, что он рассказывал о своем контакте? Скажу одно, его рассказ полон противоречий. Например, мы запросили описание погодных условий в тот день, когда он якобы встретил инопланетян. Оно абсолютно не совпадало с тем, что он рассказывал. В одном из радиоинтервью на станции М6 Ролан Шевалье, старый приятель Вриона, рассказал, как однажды, когда они обедали вместе, Клод сказал ему, «Я ведь все это выдумал. Вряд ли для тебя это является новостью, ты же меня знаешь». Согласно Шевалье, несмотря на это, люди поверили Вриону. Он оказался в центре внимания, и его социальное положение заметно изменилось. Жак Шанцель описал Клода Вриона, как обычного человека среднего класса, который носит очки. Уже в 70-х годах Клод выглядел гораздо ярче и свободнее. Все идеи Клода Вриона основываются на теории древних астронавтов. Посмотрите на обложки первых книг, написанных Раэлем. Вы непременно заметите, что они очень напоминают книги Робера Лафона. Те же желтые буквы на черном фоне, а прочитав книги Клода Вриона, вы сразу же поймете, что по сути они являются явным плагиатом. Что касается его встречи с алахимами, это слово в переводе с древнееврейского значит «пришельцы». Об этом писал еще Джин Синди в своей книге «Луна, прибежище Бога». Что интересно, когда об этих фактах рассказываешь членам его секты, они говорят, что это можно просто объяснить. Другие люди видели истину до Вриона, и это его ничуть не компрометирует. Но если копнуть глубже, в его теории не найдешь ни одной собственной идеи. Например, форма летающей тарелки явно позаимствована у Адамски. Разница лишь в том, что Адамски ее описывал словесно, а Клод Врион нарисовал. Кроме того, Клод даже использовал символ звезды Давида со свастикой в центре. Адамски писал о нем еще в своей книге под названием «Внутри летающих тарелок». Все, о чем говорил Клод Врион, уже было сказано до него. Он просто представляет все немного в ином свете, значительно упрощая. Если вы знакомы с книгами других авторов, то литературное творчество Вриона для вас предстанет не лучшим образчиком научно-популярной фантастики. Это чистой воды плагиат. Он заимствует не только чужие идеи, но и даты. С Адамски он записал не только образ летающей тарелки, но и день своего контакта с инопланетянами — 13 декабря. Во Франции общество нетерпимо относится к подобным сектам. Со времен трагедии в Ордене Храма Солнца была объявлена охота на ведьм. Но не стоит сравнивать все секты и религиозные меньшинства с такими экстремистскими организациями, как Орден Храма Солнца или Небесные Врата. В действительности немногие религиозные группы представляют серьезную опасность для их приверженцев. Движение раэлитов, основанное Клодом Врионом, внушает некоторое беспокойство, поскольку оно существует вне общества. Но это всего лишь секта. Похоже, люди начинают думать, что движение раэлитов — это новые религии, что мы являемся сектой и верим в Бога. Но это не так. Насколько я помню, в газетах неверные столковали мое заявление. Мы не являемся сектой. Скорее, нас можно назвать антисектой. Мы не верим в Бога. Мы верим в пришельцев, в таких же существ, как и мы с вами. Разница лишь в том, что их технологии развиты гораздо лучше наших. При знакомстве с ними у нас может произойти что-то вроде культурного шока. Помните эпизод в фильме «Наверное, боги сошли с ума», в котором на Землю падает пустая бутылка из-под кока-колы? А Бушмен решил, что ее послали боги. Бога нет, и души не существует. Разве нас можно назвать сектой? Еще раз повторяю, что наша религия, как вы ее называете, религией не является. Скорее, это наука. Отделение церкви от государства привело к тому, что уровень духовности нашего общества снизился. Теперь место религии занимает наука. Религия становится более светской, а наука более духовной. Благодаря науке в нашу жизнь приходит технологический прогресс. В 50-х годах люди были склонны идеализировать технологии. Даже сегодня мы не представляем своей жизни без них. Возьмите, к примеру, компьютеры. Если я хочу быть полноценным членом общества, у меня непременно должен быть ноутбук и сотовый телефон. Создаются впечатления, что мы отождествляем себя с технологиями. Мы живем в обществе, в котором нас повсюду окружают технологические новшества. То же самое происходит и с религией. Мы должны понять, что благодаря развитию технологии и науки через 20 лет мир изменится до неузнаваемости. Поверьте, он станет совсем другим. Люди думают, что эволюция происходит постепенно, и глобальные изменения нас ждут в далеком будущем. Но это не так. И знаете почему? Все дело в компьютерах. Именно об этом я написал в своей книге. Компьютеры каждые полгода становятся в два раза мощнее. Иными словами, за последние 20 лет мы совершили больше открытий, чем человечество за всю свою историю. Через 10 лет их будет гораздо больше, чем совершено на данный момент. И со временем плотность открытий на количество времени будет только увеличиваться. Если все это посчитать, то мы будем знать о Вселенной к 2020-2025 годам. К тому времени мы будем открывать за месяц больше, чем было открыто за всю историю человечества. А дальше, за две недели, за неделю, за день. А в результате мы превратимся в транс-человечество и сможем открывать основные принципы мироздания буквально за минуту. Но это дело будущего, хотя основные знания Вселенной мы будем знать к 2020-2025 годам. Пришельцы — это боги, которые нас создали. Используя библейскую модель, мы можем заменить бог на слово «инопланетяне». А все действия бога достижениями науки и техники, такими как лазерные лучи, клоны, выведенные в лаборатории и так далее. Элохимы говорили в своем послании о клонировании, как о способе воспроизводства. Поначалу наши последователи неохотно принимали параллели между Библией и инопланетянами. Но когда с молодыми людьми начинаешь говорить о науке, они приходят в восторг. Существует огромная разница между учеными старшего и молодого поколения. Ученые старшего поколения не принимают ничего нового. Это естественно, они консервативны в силу своего возраста. А молодые люди относятся к новой информации с энтузиазмом. Наша миссия была основана 27 лет назад. Мы только за технический прогресс. Я даже написал книгу «Да, человеческому клонированию». Мы ратуем не только за клонирование, но и за генную инженерию. Мы не против генетически модифицированных растений. Если передо мной поставить две чашки с клубникой, в одной из которых лежат обычные ягоды, а в другой — генетически модифицированные, я выберу именно вторую. Генетически модифицированные продукты содержат гораздо меньше пестицидов. Да, в них содержатся генетически модифицированные гены, но наша пищеварительная система без труда с ними справляется. Подобные продукты не представляют угрозы человеческому телу. Так называемые нормальные растения только загрязняют наш организм. Именно эти растения опыляют химическими удобрениями и пестицидами. Генетически модифицированные продукты помогают защитить окружающую среду. Осуждение всего нового и современного считается политически корректным. Но подобная реклама натуральных продуктов не делает чести тем, кто их рекламирует. Мы же поддерживаем все новое без исключения. Играйте в игры, в которые стоит играть. Идите и играйте. Черпайте наслаждение в других источниках. Найдите что-то новое, что принесет вам удовольствие. Играйте в игру жизни. Играйте вместе с нами. Через 20 лет на Земле будут жить тысячи абсолютно здоровых клонированных детей. Вот увидите, через 20 лет, даже если я сам не доживу до этого времени, вы встретите моих преемников. И все будут говорить, не могу поверить в то, что раньше так критиковали Раэля. Как только по миру пролетела новость о том, что ученые клонировали овечку Долли, Раэль сразу же сообщил, что собирается организовать кампанию по клонированию человека. Не знаю, читали ли вы его книгу «Дачеловеческому клонированию», которую он написал буквально через пару лет после этого. Раэль говорит, что сделал это заявление, чтобы привлечь к этой проблеме внимание общество. По сути, клоноид был всего лишь уловкой, чтобы поднять шумиху и привлечь к себе внимание общественности. Все эти годы это заявление так и оставалось пустыми словами. Раэль говорил, что все время работает над этой проблемой, что скорее его сторонники клонируют человека. Может быть, это произойдет в течение года. Затем он заявил, что они строят лабораторию и работают над созданием клона. Средство для этого выделил Марк Хант, пожелавший остаться неизвестным, поскольку являлся юристом и политиком. Он хотел клонировать своего ребенка, который умер в юном возрасте. Он попросил раэлитов подтвердить, можно ли использовать ДНК его ребенка для создания клона. Затем он сообщил газете «Чарльстон», что они не смогли сделать даже этого. Этот проект обошелся Марку в 250 тысяч долларов. За клонирование ребенка мы просим с родителей 200 тысяч долларов. В конце концов, речь ведь идет не о цене презерватива. Как я уже говорил, Ролан Шевалье публично заявил, что сам Раэль признался в том, что выдумал всю эту историю. Об этом узнала и его дочь. И эта новость ее весьма огорчила. В результате ее отлучили от движения раэлитов и отменили программу ее клонирования. Все члены движения включены в программу клонирования на планете Элахимов. Раэлиты не верят в то, что у человека есть душа. Без клонирования человек не сможет возродиться, он полностью прекратит свое существование. Раэль исключил из движения свою собственную дочь и отменил программу ее клонирования. Интересно, что же такого она сделала? Бывшие члены движения говорили, что она говорила всем, что ее отец все это выдумал. Ее зовут Аврора Ворион. Несмотря на семейные проблемы, которые возникли у Вориона из-за пропаганды идеи реализма, он продолжал распространять свое учение в Куэбеке. Многие находят его идеи впечатляющими. Эксперты считают, что в основном его теории вполне безобидны. Если рассматривать подобные группы в целом, можно сказать, что их появление является следствием изменений в нашем обществе, особенно в области, касающейся религии. Движение раэлитов отражает изменения, происходящие в Европе и Северной Америке, особенно в отношении католической церкви. Я считаю, что новые религии, и в частности движение раэлитов, являются явным признаком этих социальных перемен. Каковы главные принципы нашего общества? Свобода и демократия. Думаю, возникновение подобных групп — это позитивное явление. Значит, мы живем в таком обществе, где не преследуется существование альтернативных концепций, хотя новые взгляды нередко кажутся нам весьма странными. Если рассматривать новые группы с этой точки зрения, то не следует считать их опасным явлением. Они служат своего рода показателем того, что в нашем мире существует демократия. Что меня беспокоит, так это то, когда группа начинает возвеличивать своего лидера, и он теряет связь с реальным миром. Он может возомнить, что ему все позволено. Он может говорить все, что ему взбредет в голову, а люди в это верят. Я читал его книги и все время думал, в это невозможно поверить. Он мелет всякую чепуху. Да он и сам знает об этом. Возникает ощущение, что он как бы испытывает своих последователей, сознательно играя на грани возможного. Но проблема в том, что он уже не может остановиться. Со временем ситуация усугубляется. Опасность заключается в том, что постепенно возвысившийся человек теряет способность отличать истину от лжи. В конце концов, он даже может сам поверить в ту ерунду, которую сам же и насочинял. Именно это произошло с лидером церкви Саентологии Роном Хаббардом, который на смертном одре уверовал во все сказки, которыми он кормил своих послушников. Вот в чем опасность. 6 октября 1994 года в Моренхайце, провинции Квебек, произошла страшная трагедия. Об этом событии писали все газеты. Сюжеты о трагедии показывали на всех телеканалах Канады. Полицейские обнаружили останки двух тел в сгоревшем доме. Вероятно, эти люди покончили жизнь самоубийством. Через несколько часов стало известно, что было обнаружено еще три тела. Все жертвы были членами секты Ордена Храма Солнца. Как оказалось, некоторые из них не покончили жизнь самоубийством. Их хладнокровно убили. Жители Квебека еще не успели похоронить жертв этой трагедии, когда мир потрясла еще более ужасная новость. На этот раз ужас поселился в сердцах европейцев. В Чири и Гранж-Сюр-Саван, в дымящихся разваленных двух сгоревших домов, полиция обнаружила тела 48 жертв, которые также были членами Ордена Храма Солнца. Всего погибло 53 человека, в том числе несколько детей. Журналисты и полицейские Квебека и Швейцарии искали причину этой трагедии. Тогда мир узнал об учении проповедовавшимся в Храме Солнца. В газетах были названы имена руководителей секты. Духовным лидером был Жо Ди Мамбро, а Люк Журе привлекал в секту новых членов, используя свое обаяние. Франсуа Бурбо, уфолог из Квебека, вспоминает, как он впервые увидел Люка Журе. Я познакомился с Люком Журе в 1985 году. Это был его первый визит в Квебек. Он дал мне краткое интервью, оно длилось не больше 20 минут. В следующий раз я увидел его осенью 89-го года, когда он приехал в Квебек на трехчасовую конференцию. Именно тогда я увидел настоящего Люка Журе. Его волосы были длиннее, чем раньше. Он вел себя как плейбой, строил глазки женщинам, у него даже поменялась речь. На публике он не говорил об инопланетянах, о пришельцах он рассказывал мне в приватной беседе. Но я узнал, что у его истории была теневая сторона. Мои коллеги, которые писали о Люке в журнале «Альтрег», обнаружили, что Люк Журе работал над проектом, который финансировала крупная инвестиционная корпорация в Торонто, а именно аудиторская фирма «Кларксон Гордон». Они собирались построить гостиницу в Шавенигане. Отель стоимостью в 13 миллионов долларов предусматривал в своем проекте посадочную площадку для летающих тарелок. Полиция Квебека провела расследование и выяснила, что несколько членов компании «Гидро Квебек» относились к ордену Храма Солнца слишком благосклонно. Вскоре в одной газете написали, что члены Ордена Храма Солнца проникли в местное правительство. Инспектор Жак Сент-Пьер лично участвовал в расследовании этого дела. Он склонен объяснять произошедшее несколько иначе. Люк Журе провел ряд конференций. Он обладал невероятной харизмой. Некоторые компании приглашали его на лекции для своих сотрудников. Среди них была и «Гидро Квебек». Он был настолько харизматичен, что некоторые люди, не задумываясь, верили во все, о чем он говорил. Кто-то весьма религиозен, другие потеряли веру. Им не о чем мечтать, у них нет в жизни цели. Они достигли всего, о чем мечтали, и надеются найти нечто, что даст возможность им вновь ощутить вкус жизни. Наверное, именно этим можно объяснить некоторые случаи увлечения идеями Люка Журе. По началу Орден Храма Солнца исповедовал верования и обряды, уходящие корнями во времена тамплиеров и средневекового рыцарства. В них использовались не только легендарные символы, подобно экскалибру, но и современные обрядовые предметы. Когда следователи спросили членов секты о церемониях, которые проходили в стенах храма, некоторые из них признались, что наблюдали необычные явления, такие как появление властителей космоса. Некоторые из подобных видений, или я бы назвал их иллюзиями, скорее всего, были созданы с помощью классических приемов фокусников, а возможно, и с помощью сложного голографического проектора. Во время расследования я выяснил, что господин Дютуа, один из тех, кто погиб в Морренхайдс, был самоучкой. Он бы не смог изготовить прибор, который проецирует голограммы. Господин Дютуа погиб, потому что знал, что творилось вокруг него. Он слишком много знал, и его пришлось убить. Помимо средневековых ритуалов, символизирующих рыцарство, Орден Храма Солнца постепенно начинал вводить в свою практику элемент инопланетной реальности. Духовные лидеры говорили членам секты, что когда придет время, члены храма получат эксклюзивное право переселиться на планету Сириус, где их ожидала лучшая жизнь. Тот факт, что они ожидали конца света, не означает, что эти люди были опасны. Христианство существует две тысячи лет, и оно тоже основано на вере в конец света. У нас нет критериев, чтобы определить опасные последствия той или иной секты. Как правило, мы узнаем о трагическом событии уже тогда, когда оно произошло. Мы даже не подозревали, что рядом вершилось нечто ужасное. Как в паровом котле это копилось постепенно, а потом раз — и взрыв. Дни Джо Ди Мамбро были сочетаны. Мы провели расследование и выяснили, что он был тяжело болен. У него не было преемника, достойного занять его место в Храме Солнца после смерти. Возможно, именно поэтому Джо Ди Мамбро решил, что время пришло для полета на Сириус. О Храме Солнца на Земле заботиться было некому. Даже если мы попытаемся понять, что происходило в воспаленном разуме Джо Ди Мамбро, когда он объявил о том, что пришло время отправиться на Сириус, нам будет сложно объяснить, почему он не остановился на добровольцах, решивших присоединиться к нему. Почему он решил еще и убить некоторых членов Храма Солнца. Думаю, я могу это объяснить. В учении Ордена Храма Солнца присутствовала важная идея. Когда-нибудь члены Ордена должны быть перенесены на Сириус, но они не могут совершить самоубийство. Суицид не принимался Храмом. Единственная возможность переместиться на Сириус – пройти сквозь огонь. Среди жертв были люди, которые искренне верили в это учение. Но между верой и действием, которое оно требует, есть огромная разница. Некоторые члены секты верили в учение, верили, что когда-нибудь они окажутся на Сириусе. Но они наверняка думали, что отправиться туда вовсе не тогда, когда им прикажет Джо Ди Мамбро. Члены Ордена верили в нумерологию. Она играла важную роль в их учении. Поэтому на Сириус должно было отправиться определенное количество жертв. Поскольку добровольцев оказалось меньше, чем следовало, духовные лидеры секты пришли к выводу, что им придется убить недостающее количество членов Ордена, чтобы покрыть эту разницу в цифрах. Если вы спросите меня, что надеялись получить духовные лидеры Ордена Хромосонца от членов секты, ответ прост. Они стремились к тому же, что жаждет получить гуру любой секты. Их интересовали деньги и власть. С момента трагедии в Ордене Хромосонца и два минуло четыре года, как в заголовки газет попали новые космические провидцы. На этот раз из Калифорнии. Духовного лидера новой секты звали Маршал Херф Эппл Уайт. В 1972 году, пройдя курс лечения в психиатрической клинике в Хьюстоне, Эппл Уайт в компании с медсестрой по имени Бонни Лу Неттлс отправился в духовную Одиссею, основанную на их манимом контакте с пришельцами. Эппл Уайт и Неттлс окрестили сладкой парочкой. Для привлечения страждущих они использовали цитаты из Библии, особенно третий стих из 11 главы, из Откровения святого Иоанна Богослова, который гласит «Идам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Естественно, Святое Писание под двумя свидетелями имело в виду никого иного, как наших космических гуру Эппл Уайт и Неттлс, которые стали называть себя Бо и Пип. Войдя в телепатический контакт с дружественными инопланетянами, эти гуру узнали о том, что злые пришельцы собираются уничтожить человеческую расу. Космические провидцы поручили парочки собрать группу избранных, которым предстояло покинуть Землю и оказаться в безопасном месте. Весной 1997 года уфологи обратили внимание на странное свечение на хвосте комеды «Хейл Боб». Маршал Эппл Уайт, который после смерти Неттлс в 1985 году изменил название своей группы на «Небесные врата», выразил свою уверенность в том, что это свечение являлось знаком с корабля, который приближался к Земле, чтобы увести его учеников в безопасное место. Он не обращал никакого внимания на мнение профессиональных астрономов. «Небесные врата» были закрытой сектой. Если ее члены общались с окружающим миром, то только посредством интернета. У нескольких членов группы были собственные сайты, но в целом эта секта была замкнутой. Возможно, это и стало следствием трагических событий в Калифорнии. Записав на видеокамеру прощальные послания друзьям и близким, 21 женщина и 18 мужчин, состоявших в секте «Небесные врата», выпили смертельную смесь из алкоголя с лекарствами. Секта «Небесные врата» верила в инопланетян. Существование группы закончилось этой жуткой трагедией, коллективным самоубийством 35 человек. Секта «Небесные врата» верила в инопланетян. Существование группы закончилось этой жуткой трагедией, коллективным самоубийством 35 человек. Но проводить параллели с движением рейлитов, которые также верили в пришельцев, я бы не стал. В их учении хватало своих странностей, но они не были столь категоричны и жестки. Мы за Евгенику. Генеократия — это правление гениев, интеллектуальной элиты. Лидер должен быть не просто гением, он должен быть совершенен генетически. Если вы не будете генетически совершенны, то наши создатели, Элахимы, не захотят иметь с вами дело. Крошечные роботы столь малы, что в капле воды их поместится до миллиарда. Вы можете себе представить, что у Раэля мог бы быть преемник, принимающий всерьез всю эту ерунду. Трагедия, произошедшая в Ордене Храма Солнца и в Небесных Вратах, заставляет задуматься, не следует ли правительству принимать более серьезные меры по предотвращению возможных смертей среди членов секты. Можем ли мы предугадать, что сектанты потеряют рассудок настолько, что сознательно решат покончить с жизнью? Непростой вопрос. Если бы это было возможно, полицейские могли бы вовремя предотвратить подобные трагедии. Я живу в демократическом обществе и верю в то, что моя свобода возможна только в том случае, если я буду уважать свободу других. Обсуждая действия сект, подобным Орденом Храма Солнца, не стоит забывать одну простую вещь. Полиция Квебека проводит расследование только в том случае, если было совершено преступление. Нет преступления, нет оснований для расследования. Изучать возможные мотивы действий членов разных сект, на это у полиции нет времени. Вполне вероятно, группы, подобные Ордену Храма Солнца, существуют, но полиция Квебека в их деятельность не вмешивается, пока не произойдет преступление. Лично я предпочитаю жить в обществе, которое терпимо относится к верованиям и убеждениям людей. Я бы не хотел жить во Франции, где идет охота на ведьм. Жаль, что люди считают, что в нашей стране идет охота на ведьм. Я являюсь добровольным членом ассоциации, и моя цель заключается не в этом. Мы скорее занимаемся предупреждением печальных последствий действия сект. Французские законодатели не собирались устраивать облаву на инакомыслящих. Франция – демократическая, светская страна. Очень важно отделять дела духовные от дел мирских. Отделять дела духовные от дел мирских. Разве человеку, задумывающемуся о смысле жизни, не польстит, когда ему скажут, что он является одним из немногих избранных? Разве не будет для него честью общаться с провидцами, которые являются Сократами, Мономелизами и самим Иисусом в новом воплощении? Если эти космические гуру приглашают нас совершить космическое путешествие в недоступный рай, сможем ли мы отказаться от столь заманчивого предложения? Как отличить дела духовные от дел мирских? Как распознать самозванца в лечении космического провидца? Мы живем в 21 веке, но количество заявлений о контактах с инопланетянами отнюдь не уменьшается. Все больше духовных лидеров сект рассказывают своей пастве о том, что вступили в контакт с пришельцами. Невольно вспоминаешь цитату из работы Виктора Сточковски, который написал большой исследовательский труд о гостях из других миров, который назывался «Люди, боги и пришельцы». Нам зачастую не нравится мир, в котором мы живем. Порой реальность слишком сложна, скучна и иногда слишком жестока. Но не стоит свято верить в то, что за пределами нашей реальности находится волшебный рай, лучшая жизнь, в которую мы попадем, пожертвовав своей жизнью здесь и сейчас. Нередко лидером группы является необычайный, представительный и харизматичный человек. Невольно начинаешь думать, и почему я не слышал о нем раньше? Узнав о фантастических идеях, которые проповедует та или иная секта, вам кажется, это слишком заманчиво, чтобы быть правдой. Так оно и есть. Не забывайте о здравом смысле. Научный взгляд на таинственный феномен НЛО. Попытка разобраться в необъяснимых на сегодняшний день явлениях. С начала 50-х годов среди американских уфологов ходило немало слухов о том, что одна или несколько летающих тарелок разбились в одной из американских пустынь, то ли в Аризоне, то ли в Нью-Мексико, то ли в Юте. Более того, по свидетельствам очевидцев, военные не только собрали обломки инопланетных судов, но и захватили в плен несколько пришельцев. Отсутствие комментариев со стороны военных еще больше подливало масла в огонь. Всех волновало одно — действительно ли это правда, что земляне захватили в плен инопланетян? Эти слухи основывались на информации, полученной из разных источников. Свою версию излагал и Тимоти Гуд в книге «Сверхсекретная информация». В своей книге я рассказал об истории польских биофизиков, которые совместно с группой французских, английских и итальянских ученых получили доступ в стены закрытого исследовательского центра JPL в Пасадене, штат Калифорния. Там их провели на третий подземный этаж, где в условиях строжайшей секретности показали останки инопланетного существа. Это были фрагменты черепа и останки кожного покрова. Это существо было обнаружено в Мексике в 1947 году. Ученым не сообщили, при каких обстоятельствах оно было найдено, но, естественно, в своей дальнейшей работе польские биофизики использовали полученную информацию. Теперь они могли достоверно рассуждать о том, что представляют из себя инопланетные существа. Однако, несмотря на информацию, привезенную Тимоти Гудом, это были неподтвержденные факты, которые не являлись для скептиков вескими основаниями реальности случившегося. Для них это были просто пустые слова. Но в самый разгар ожесточенных споров случилось нечто непредвиденное. В начале 90-х годов кинодистрибьютор Рэймонд Сантили из Лондона заявил, что имеет в своем распоряжении архивные кадры, которые могут потрясти мир не хуже атомной бомбы. Это событие заинтересовало не только уфологов, но и рядовых граждан. Отдельные кадры были показаны в 90-х годах, и об этом заговорили все. Сантили утверждал, что он приобрел этот фильм у какого-то американца. Тот лично снимал эти кадры в 40-х годах. Это была запись вскрытия тела захваченного военными инопланетного существа. Отчетливо видно, как лаборанты убирают один за другим его глазные веки, исследуют остальные части тела. У тех, кто видел эти кадры, возникал единственный вопрос. Действительно ли это реальная съемка вскрытия тела инопланетянина, или это подделка? Разумеется, это могла быть и фальсификация, и просто ошибка. Да, все что угодно. Как сказал Джон Спенсер, появление фильма под названием «Вскрытие инопланетянина» стало причиной серьезных дебатов среди уфологов, которые желали убедиться в подлинности съемки. Устные свидетельства очевидцев уже не брались в расчет. Все вдруг вспомнили о старой народной мудрости. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Начиная с 50-х годов, на страницах газет стали появляться невероятные фотографии. На одной из них был изображен погибший инопланетянин за пультом управления своего космического корабля. Его прозвали «Синьором Помидором» из-за идеальной округлой формы головы. При тщательном изучении этой фотографии неподалеку от останков сожженного тела можно было увидеть очки, что доказывало, что в действительности это было тело человека. В 1982 году американский уфолог Леонард Стрингфилд выпустил книгу под названием «Крушение и поиски НЛО», в которой он описывал исключительно неправдоподобные истории падения летающих тарелок. На 47-й странице был представлен снимок якобы руки инопланетянина, найденной в Южной Флориде. До того, как попасть в руки профессионального фотографа, эта знаменитая фотография была опубликована в нескольких журналах, посвященных изучению НЛО. Марк Пеллоукуин из Массачусетса 8 лет проработал фотографом в Гарвардском университете нейробиологии. Когда я впервые увидел этот снимок, первое, на что обратил внимание, фотография была очень плохого качества. Скорее всего, это была просто очень плохая копия, вероятно, из какого-нибудь старинного музейного каталога. Освещение на снимке было просто ужасное. Забавно, но в то же время я впервые посетил выставку Музея Пиводи при Гарвардском университете. Там были представлены знаменитые фантастические экспонаты Питти Барнума. В частности, любопытный экземпляр под названием «Наяда из Филиппин». Тело рыбы, голова обезьяны и очень странные руки. Потом я вспомнил, что они мне напомнили. Тот самый снимок, предполагаемый руки инопланетянина. Я отправил эту фотографию на экспертизу к уважаемым мною специалистам. И мои подозрения подтвердились. Снимок руки инопланетянина оказался подделкой. Осенью 1990 года газеты опубликовали очередной снимок, утверждая, что на нем изображен один из инопланетян, которых обнаружили в Розвелле. Якобы эта фотография была найдена в архиве умершего доктора Феликса Зигела, таинственного русского уфолога. Несколько месяцев спустя в газетах появился еще один снимок на ту же тему. Он был заметно лучшим качеством и стал причиной очередной дискуссии среди уфологов. Что это было? Утечка информации из секретных документов в военно-воздушных сил или просто розыгрыш желтой прессы? Хотя происхождение первой фотографии установить так и не удалось, со второй все было гораздо проще. Американский уфолог Джим Мелесиук опубликовал статью в журнале «Арбитр», в которой поведал, что приобрел этот снимок у канадского журналиста Кристиана Пейджа. Гуманоид, поразивший воображение доверчивых читателей, оказался обычной восковой фигурой с передвижной выставки начала 80-х годов под названием «Павильон странностей», часть экспонатов которой перекочевала в эту коллекцию с экспозицией 1967 года «Человек и его мир». В феврале 1990 года, за несколько лет до истории с фильмом «Вскрытие инопланетянина» Реймонда Сантигли, который утверждал, что он был снят представителями американских ВВС, на следующий день после крушения летающей тарелки в пустыне Розвелл американские и канадские уфологи стали получать по почте необычные документы. В них анонимный автор заявлял, что 4 ноября 1989 года летающий объект неизвестного происхождения совершил вынужденную посадку на болоте неподалеку от города Кэрп, штат Онтарио. Как только он приземлился, его расстреляли с трёх военных вертолётов, которые были посланы секретными службами США и Канады. Затем, вооружившись малоизвестным нервно-паралитическим газом «Виксан», группа военных поднялась на борт летающей тарелки. Ответного огня не последовало. Они добрались до пульта управления корабля, где обнаружили тела трёх существ, внешне напоминающих крупных рептилий. Под предлогом ремонтных работ рядом с болотом ночью военные тайны перевезли НЛО на секретную базу в Канаде. Что же касается обнаруженных существ, предположительно, они были в строгой секретности переправлены в Университет Оттавы, где специалисты ФБР провели вскрытие тел. Эта невероятная история сопровождалась топографической картой района, а также фотографией одного из захваченных существ. Фантастическая история потрясла воображение местного уфолога Грэма Лайтфута. Он решил отправиться на место происшествия, чтобы осмотреть всё своими собственными глазами. Я специально отправился туда в субботу, чтобы застать дома возможных очевидцев этого события. Я поговорил с несколькими местными жителями, которые жили в непосредственной близости от места происшествия. Меня интересовало, не видели ли они чего-то необычного над болотами. Я был в абсолютной растерянности, поскольку никто ничего не заметил. Но затем мне пришла в голову идея порасспрашивать жителей с другой стороны дороги. В итоге я нашёл двоих людей, которые утверждали, что что-то видели. По словам одной женщины, она видела над болотами очень яркий свет и даже точно указала относительно своего дома, откуда он шёл. Ещё одна женщина помоложе также подтвердила, что видела прямо над болотом за своим домом непонятный яркий свет. Она обратила внимание, что этот свет очень беспокоил собак. Он заливал весь дом, просачиваясь сквозь окна. Разумеется, им и в голову не приходило, что было источником яркого свечения. Не знал этого и я. Впоследствии мы получили информацию о крушении инопланетного корабля прямо над болотом и о том, что военные прямо по болоту проложили дорогу для своей техники. Вот здесь и начинаются проблемы. Может, кто-то и видел некий свет, но нормальных дорог в этой местности, тем более на болоте, как не было, так и нет. Постепенно эта история стала забываться, но очередное послание от анонима снова всколыхнуло к ней интерес местных уфологов. Спустя год после первого письма они получили еще одно, подписанное псевдонимом «Хранитель». Автор утверждал, что является одним из хранителей тайны Святого Грааля. Он разослал новую историю и несколько любопытных подсказок. Кроме того, на этот раз послание сопровождало видеокассета с кадрами НЛО, которые заснял «Хранитель». Грэм Лайтфуд расскажет нам, что было на этой кассете. Это была обычная ВХС-кассета. На этикетке было имя автора, «Хранитель» и отпечаток пальца. Естественно, это очень заинтриговало. Свое настоящее имя автор предпочел сохранить в тайне. Все документы, которые прилагались к кассете, также были подписаны «Хранителем». Это была своего рода его переписка с разными людьми. Где-то просто письма, где-то документы. К некоторым прилагались игральные карты с загадочными надписями и рисунками. Ничего не значащие слова и буквы. Ну и все в таком духе. Кому может прийти в голову, писать всю эту климатю и отправлять ее разным людям? Все это было похоже на дурацкую игру. Единственная внятная вещь в письме — это карта района, где, вероятно, произошло крушение инопланетного корабля. Видеозапись «Хранителя» начинается с ярких вспышек огней. Четыре источника света в полной темноте. Огни имеют заметный красный оттенок. Рядом с ними находится неподвижный объект странного вида. Он освещен снизу очень ярким источником света. Сверху объекта заметно яркое пульсирующее пятно. По некоторым признакам, очевидно, что в момент съемки оператор держал камеру на плече и шел по направлению к увиденному объекту. Грэм вернулся в Кэрп, полагая, что все это не более чем розыгрыш. Вместе с ним решили на болото отправиться несколько канадских и американских уфологов. Позже Грэм поймет, почему его новые друзья были столь любезны с ним. Ко мне обратился один американский эксперт. Мы встретились уже на месте. Нас было 12 или даже 14 человек. Я думал, что мы разделимся на группы и пройдем по поселку, чтобы еще раз опросить местное население, видели ли они что-либо необычное ночью 18 августа прошлого года. Но мы поступили иначе, что мне показалось немного странным. Мы сразу же отправились на место происшествия. Это был путь не из легких. Многие сразу устали от жары, долгого перехода и надоедливой мошкары. В итоге большинством голосов решили, что лучше вернуться в Кэрб, поближе к цивилизации, и поужинать. Но Боб Экслер и еще один уфолог заявили, что они не намерены останавливаться на полпути. Они все равно найдут место приземления летающей тарелки. Через некоторое время после того, как мы расстались, они нагнали нас и сообщили, что вроде как нашли это самое место. Стоит сказать, что остальные не слишком доверяли методам работы Экслера. Он всегда заранее знал ответы на все вопросы. И надо же, за пять минут нашел место приземления летающей тарелки. А мы-то, дураки, столько времени не могли его найти. Поэтому никто не изъявил желания вернуться на болото. Все решили разъехаться по домам. Но не я. Мне действительно было интересно, что же он там нашел. Я решил на следующий день отправиться с ним обратно на болото. Может, мы действительно найдем разгадку этой тайны. Раз уж нами великий американский эксперт, грех терять такую возможность. Словом, на следующий день мы с Экслером снова пустились в странстве по болотам. Разумеется, ничего не нашли. К концу дня мне удалось убедить его, что все поиски бесполезны. Для начала стоит хотя бы опросить местных жителей. Я рассказал ему о женщине, которая видела свет над болотами. Мы отправились к ней и поговорили. Она сказала, что видела воздушный корабль, повторив это слово, несколько раз. Сначала ей показалось, что на болоте горит трава. Однако ее смутил странный неподвижный вид этого огня. А потом она увидела приземление инопланетного корабля. Именно этот момент запечатлен на пленке неизвестного хранителя. На видеокассете корабль не двигается. Он уже приземлился. Женщина же застала момент приземления. Она подробно рассказала, как двигался корабль, как от него исходили зигзагообразные огни и искры. Через три минуты корабль поднялся в воздух и исчез. В то же мгновение огни потухли. Ну что же, это всего на всего история, и она может быть придуманной. Но странно то, что ее рассказ полностью соответствовал полученной нами кассете. Эта женщина вряд ли знала про ее существование. Как нельзя было ей поверить. Грэм Лайтфуд со своими коллегами исследовал место происшествия. Он и не подозревал, что все это время за ними наблюдала еще одна организация, которая не меньше их заинтересовалась личностью загадочного хранителя. Этот подозрительный тип, судя по всему, подделывал документы и пытался выдать их за официальные отчеты Службы национальной безопасности. Национальная полиция решила провести собственное расследование. Как полиция, так и Грэм Лайтфуд пришли к одному и тому же выводу. Хранитель был обыкновенным шарлатаном. Согласно заключению полиции, запечатленный на пленке летающий объект в действительности является вертолетом «Сикорский», снятым в темноте. Грэм подозревал, что хранителем является один из наиболее известных в то время уфологов. Мне кажется, я знаю, кто скрывался за этим псевдонимом. Его прекрасно знают все, кто когда-либо интересовался НЛО за последние 40 лет. Естественно, сам он никогда не говорил о своей причастности к той кассете, но догадывался, что я знаю, чьих это рук дело. Я пытался с ним встретиться, неоднократно приезжал к нему домой, но он ни разу не открыл двери. Думаю, вся эта история была для него некой игрой, своего рода развлечением. Ну что же, судя по кассете, он даже пошутить любил с серьезным выражением лица. Загадка Кэрпа разрешилась довольно просто, но существовали и другие более запутанные мистификации. К примеру, знаменитое дело Уммо. Эта история полна тайн, и многие до сих пор сомневаются в том, действительно ли это был розыгрыш. Один из наиболее истовых защитников дела Уммо – профессор Жан-Пьер Петти, астрофизик, возглавляющий французский национальный центр научных исследований. В 1990 году Петти, в буквальном смысле слова, вверг своих научных коллег в шок, заявив, что значительная часть его работ была подсказана ему умитами, приславшими отпечатанные на машинке идеи, как правило, на испанском языке. Эти письма содержали странные слова так называемого инопланетного происхождения и были подписаны посланниками планеты Уммо. Интересно, как мы распоряжаемся своей жизнью. Возможно, я единственный человек, который по-настоящему интересуется проблемами НЛО. Я опубликовал свои научные статьи в специализированных журналах, писал о механике, жидкостях, об ионизированных газах, о космологии и геометрии. Мне удалось собрать материалы весьма высокого качества. То, что сегодня публикуется в уфологических журналах, абсолютная чушь. Я серьезно заявляю, что в моей научной работе мне помогли письма Уммо. Ученый Жан Полиен также заинтересовался посланиями Уммо. Он разделял мнение, что в этих письмах содержится информация внеземного происхождения. Полиен тщательно изучил сообщения Уммитов и их терминологию. В конце концов, ученый пришел к выводу, что эти письма не могли быть подделкой. Полиен опубликовал книгу под названием Уммо «Настоящие инопланетяне», в которой изложил свои умозаключения по этому поводу. Когда я начал работать с этими письмами, я еще не был в курсе тех теорий, которые их окружают. Я работал с транскрипцией Жан-Пьера Петти. Но мне хотелось самому познать этот язык. Я углубился в изучение оригинальных документов. Умитские письма не просто читать. Важная информация в них скрыта между строк. Чтобы уловить ее, необходимо сопоставить разные документы. А это занимает очень много времени. Приходится тщательно изучать каждый документ, затем сравнивать их друг с другом. Эти послания были доступны для всех. Их копии находились в руках разного рода уфологов, даже были посланы во Французский национальный центр космических исследований. Но меня удивило, что практически никто не воспринял их всерьез. Почему все боятся признать очевидное? Люди привыкли исследовать по проторенным дорогам. Умитские послания рассчитаны не столько на ученую публику и тех, кто занимается изучением НЛО, сколько на высокоинтеллектуальных людей. У меня есть друзья математики. Стоило им взглянуть на эти материалы, как они немедленно заинтересовались этой интеллектуальной игрой. Посмотрите на работу Пальена. Она создана не для любителей, это высший класс. Она потребовала тысячи часов работы. О ней нельзя судить с первого взгляда. У большинства читателей просто не хватит знаний, чтобы составить свое мнение об этой работе. Чтобы осознать масштаб и понять, в чем состоит сложность тайны УММО, отправимся в Мадрид. Туда, откуда и началась вся эта история в середине 60-х годов. Ключевой фигурой в этой мистификации является испанец Фернандо Сесмо. Он утверждал, что с 50-х годов неоднократно входил в контакт с инопланетянами с Венеры, Марса и других планет Солнечной системы. Но вот на сцене появились УММИТЫ. Группа исследователей, которой принадлежал Сесмо под названием Клуб Счастливых Китов, образовалась задолго до начала истории Суммо. Сесмо интересовался инопланетянами и эзотерикой. Чтобы послушать его лекции, люди стремились в одну из кофеин Мадрида, где на стене был изображен огромный улыбающийся кит. 14 января 1966 года Сесмо впервые получил странный звонок по телефону. Потом к нему стали приходить письма, подтверждавшие существование УМО. В этих посланиях ему сообщили, что следующее приземление корабля УММИТов состоится 6 февраля в Алуччи, три недели спустя после того, как пришло первое письмо. Сесмо рассказывал на лекциях про приходившие к нему послания, только он не связанно излагал их содержание. Видимо, подобное обращение с информацией не слишком понравилось УМИТам, и они стали умышленно добавлять в письма большое количество сложной технической терминологии. Сесмо был мечтателем, а не ученым, поэтому большую часть этой информации он просто не воспринимал. Когда письма стали напоминать сложные уравнения, Сесмо стал терять к ним интерес. Но люди с большим воодушевлением приходили, чтобы послушать о новых посланиях инопланетного разума. Среди этой публики однажды оказался инженер Энрике Вилограсса и доктор Эгир. Они и еще несколько человек начали получать письма напрямую. Постепенно они создали свое собственное объединение, названное как «Мадридская группа». Они отделились от клуба «Счастливых китов», членов которого больше интересовали эзотерические материи. Например, планеты, где бабочки откладывают яйца, из которых впоследствии вводятся утята. Вот что именно увлекало Сесмо. И через пару лет он потерял всякий интерес к посланиям Суммо. В обмен на символическую сумму Сесмо отдал все принадлежащие ему умитские документы Фарилосу. На почтовых конвертах Суммо изображена эмблема, напоминающая одну из букв кириллицы. Это объяснялось тем, что умиты живут на Земле с 50-х годов. Они являются разведывательной миссией, посланной из планеты в созвездие Девы. Содержание их писем направлено на ускорение прогресса человечества. Первые письма умитов были получены Фернандо Сесмо в 1966 году. Несколько лет подряд он получал по несколько десятков писем в год. Со временем умиты нашли других адресатов. Испанцы, французы, англичане и даже американцы начали получать странные послания. Последнее письмо от умитов было получено в 1995 году. Мы признаем явления реальными, пока не доказано обратное. Эти письма действительно существуют. Я собираюсь доказать, что эти послания не могут быть чьим-либо розыгрышем. Уж слишком много здесь всего намешано. Да и само содержание писем свидетельствует об их подлинности. Я в здравом уме и памяти утверждаю, что эти письма вне земного происхождения. Этому заявлению есть неопровержимые доказательства. В них содержится 1345 слов и более 400 выражений, более или менее связанных между собой. Это значит, что языковая система авторов имеет основу из 18 символов. Это уже что-то. Эти письма реальны. В них содержится научная информация, которую мы только-только начинаем обрабатывать через интернет. Говоря «мы», я имею в виду группу исследователей, которая была создана для анализа моей работы. На сегодняшний день это более сотни человек со всех уголков мира, которые являются, как правило, студентами различных университетов. Мартин Костелло стала соавтором книги под названием «Звездная конспирация». Это глобальное исследование тайны УМО. Мартина с изумлением обнаружила, что эта необычная история развивается под покровом тайны даже в студенческой среде. Я работала научным корреспондентом в журнале «Фигаро» и отвечала за рубрику, посвященную новинкам науки. Я работала над статьей об ученом по имени Жан-Пьер Люмине, который писал о черных дырах. Чтобы с ним встретиться, я отправилась в Мэйдон. Он был моим хорошим приятелем. Как только интервью было закончено, я в шутку спросила его, «Жан-Пьер, ты слышал что-нибудь об УМО?» Он схватил меня за плечо, вывел в коридор, где сказал, «Не стоит говорить об этом на каждом углу. Разумеется, когда я был помоложе, ты изучал эти письма с другими исследователями, размышлял над формулами. Я не могла поверить своим ушам». Через неделю я делала новое интервью для «Фигаро». На этот раз я отправилась в Оксфорд или Кембридж, уже не помню, чтобы постречаться со Стефаном Хоукином, у которого только что вышла новая книга. «Стефан Хоукин – талантливый физик, прикованный к инвалидному креслу, болезнью Геррига. В конце нашей беседы я задала ему все тот же вопрос, «Вы что-нибудь слышали об УМО?» В ответ он одним пальцем набрал на клавиатуре компьютера слово «Да». Я попросила его подробнее рассказать мне об этом, но он настолько категорично отказался, что мне ничего не оставалось, как с ним распрощаться». В то время как одни исследователи чрезвычайно воодушевлены темой УМО, другие весьма скептически относятся к этой теме, считая ее виртуозно продуманным розыгрышем. В целом, эта история действительно содержит несколько подозрительных моментов, как, например, серия фотографий с изображением умитского межпланетного корабля. В 1967 году МИДы написали землянам, что скоро на нашей планете вновь приземлится один из кораблей. 1 июня 1967 года некий летающий объект пересекал район Мадрида, Сан-Хосе де Вальдерас. Странное совпадение. Именно в этот момент там находились несколько фотографов. Естественно, они не пропустили подобный случай. Но как только эти фотографии были опубликованы в Центральной мадридской газете, оба фотографа просто испарились в воздухе, как будто их никогда и не было. По словам Жан-Жака Веласка, руководителя СЕПРО, французской службы по исследованию явлений, вызванных проникновением в атмосферу внешних объектов, это исследование начали еще его предшественники. Время от времени эта история вновь обсуждается на страницах газет. В действительности все очень просто. Руководитель наших предшественников, исследовательской группы «Жепан» Клод Пуэр, обнаружил, что несколько человек в Южной Франции постоянно получают по почте странные послания. В этих письмах содержались фотографии необыкновенных явлений, замеченных в небе. Клод Пуэр проанализировал один из снимков. Выяснилось, что фотография была ничем иным, как игрушечной моделью, подвешенной на нейлоновой нити. Группа независимых ученых, которые занимаются анализом подобных фотографий, подтвердила выводы Пуэра. Эксперты провели цифровую раскадровку снимков из Сан-Хосе, на которых была явно заметна нить, на которой был подвешен предполагаемый НЛО. Еще одно противоречивое явление — та информация, которую сообщали у МИТЫ. Согласно Жан-Пьеру Питти, необычайные факты, упомянутые в письмах, доказывают их внеземное происхождение. Однако была ли информация, указанная в них, таким уж открытием? К примеру, профессор Питти заявил, что первое письмо от УМИТОВ, которое пришло в 1962 году, содержало уникальную информацию о параллельных галактиках, которые, по убеждению большинства современных физиков, состоят из антиматерии. Профессор Питти утверждал, что никто на Земле в те годы не мог предложить подобную идею. Этот же аргумент он приводит и по поводу открытия магнитной гидродинамики. Это движущая сила, которая образуется при перемещении объекта в плотной атмосфере, при этом он находится в своеобразном магнитном коконе. Питти заявил, что для 1962 года это была абсолютно революционная идея. Но главная неувязка заявлений Питти заключается в датах. В действительности первые письма у МИТОВ относятся не к 1962, а к 1966 году. Что же касается научной информации, она впервые появилась в письмах у МИТОВ только в конце 60-х годов. Земные ученые начали дискуссию о параллельных галактиках уже в 1967 году. Именно тогда с этой идеей выступил русский академик Андрей Сахаров. То же самое можно сказать и о принципе магнитной гидродинамики. В 1966 году дело у МО только начиналось. Американская армия уже проводила успешные учения на подводных лодках, работающих на магнитной энергии. Другими словами, несмотря на все уверения Жан-Пьера Питти, в письмах у МИТОВ не содержалось ничего революционного. То, что Жан-Пьер Питти обнаружил в письмах у МИТОВ научную информацию, не подлежит никакому сомнению. Это действительно так. Однако он немного запутался в датах, считая, что главное — это найденная им информация. В письмах действительно обсуждается магнитная гидродинамика. Однако используются совершенно другие термины, нежели те, которые представил Жан. По моему мнению, речь шла не о движущейся силе, а о новом источнике энергии. УМИТские письма заставляют работать интуицию тех, кто их читает. В них много скрытой информации. Необходимо было интуитивное мышление Жан-Пьера Питти, чтобы по кирпичикам собрать идеи, спрятанные за разрозненными фразами. Все исследователи этого феномена действовали аналогично. На мой взгляд, у МИТОВ не оставили никаких четких объяснений. Жан-Пьер недооценил свой колоссальный вклад в разгадку этой тайны. Благодаря силе своего воображения и высокому интеллекту, он предлагал по две-три версии значения каждого из этих посланий. Это была тяжелейшая работа. Письма у МИТОВ, в свою очередь, стимулировали его воображение. Все идеи, к которым он пришел, не выражались в посланиях напрямую. Они были зашифрованы. Вопрос так и остается открытым. Кто же является автором у МИТОВ? Если это действительно розыгрыш, то за ним должна стоять мощная и хорошо организованная структура. Что же это за организация? И зачем ей понадобилось дурачить весь мир? В 1993 году один из основных исследователей дела УМО неожиданно признался в авторстве писем. Это был Хосе Льюис Джордан Пенния. Имея блестящее инженерное образование, он вполне мог создавать подобные послания. Но работал ли Пенния в одиночку, или у него были сподвижники? Его признанию никто не поверил. Особенно профессор Жан-Пьер Пити. Признание Пенния совпало по времени с получением очередного письма. Оно пришло из Саудовской Аравии. В нем у МИТОВ предлагали встречу. Никто не знает, состоялась бы эта встреча или нет. Ничего не произошло из-за ошибки Рафаэля Фарилоса. Именно тогда Пенния начал вести себя по меньшей мере странно. Он заявлял невероятные вещи. В том числе признался, что это якобы он написал все умитские послания. Я был в гостях у Рафаэля Фарилоса, когда он и Пенния затеяли дискуссию по этой проблеме. Они были знакомы друг с другом более 20 лет. Объявив себя автором умитских писем, Пенния заставил Фарилоса почувствовать себя полным идиотом. Поскольку он был испанцем, можно представить, в какое бешенство он пришел. Но Пенния сказал ему, не злись, Рафаэль. Умиты велели мне так поступить. Так кому же верить? Инопланетяне прилетели к нам на аппарате, подвешенном на нейлоновой нити, а потом заставили своего агента присвоить себе авторство их писем, боясь быть рассекреченными? Или Хосе Луис Джордан Пенния устал от 25-летней игры в кошки-мышки с уфологами, отчаянно пытаясь самоутвердиться? Узнаем ли мы когда-нибудь разгадку умитской тайны? Пока мы не получим четких ответов, эта история так и останется под покровом тайны. Но вряд ли мы узнаем истину. Уммо — своего рода мистерия, подобная поиску святого Грааля. В середине 90-х годов Раймонд Сантильи, лондонский кинодистрибьютор, официально заявил, что у него в руках оказались съемки вскрытия инопланетянина. Он утверждал, что эти кадры были сняты на 16-мм пленке бывшим императором ВВС США. В 1947 году этому человеку якобы приказали записать вскрытие тела инопланетянина, найденного в пустыне возле городка Розвелл, штат Нью-Мексико. На следующий день после вскрытия оператор проявил пленку. По странному истечению обстоятельств фанат так и не попало в руки военных. О редкой находке тут же стало известно телевизионщикам во всем мире. Поначалу съемки показались реальными. Даже Эрик Кослин, титулованный специалист по спецэффектам, подтвердил подлинность съемок. Когда я впервые увидел вскрытие инопланетянина, Рео Сантильи, несколько дней к ряду был уверен, что запись настоящая. У меня не было никаких оснований утверждать, что это фальсификация. Я не заметил никаких электрических проводов, идущих от рук инопланетянина. Не увидел и доказательств того, что это манекен. Но вскоре после того, как фильм был показан широкой публике, несколько уфологов засомневались в его подлинности. Прежде всего, вызывали сомнения таинственные обстоятельства, окружающие историю создания фильма. Тимоти Гуд — один из известнейших британских уфологов. Он опубликовал несколько книг об НЛО. Что касается фильма Рео Сантильи «Вскрытие инопланетянина», который был показан несколько лет назад, мне кажется, что это подделка. Меня даже не сочли нужным пригласить на первый показ. А когда спустя несколько месяцев я попытался выйти на Сантильи, он не обратил внимания на все мои запросы познакомиться с этими съемками. Так что я уверен, что этот фильм — весьма искусная фабрикация, над которой работали настоящие специалисты. Их имена мы, вполне вероятно, еще узнаем. Сантильи, разумеется, утверждает, что съемки абсолютно реальны. Ему еще есть чем нас поразить и так далее. Он говорит, что фильм прошел лабораторную экспертизу на подлинность, но я нигде не встречал упоминаний, что он представлял экспертам хоть один кусок пленки для тщательного анализа. Фильм был впервые показан в 1995 году. Уже на следующий день несколько зрителей утверждали, что эти съемки не могли быть сняты в 1947 году. Доказательством тому служил микрофон, который можно было заметить над столом, а также телефон, который виден за спинами докторов. Он был более современной модели, нежели те, что существовали в 1947. Но когда был организован частный просмотр, эксперты подтвердили, что телефон на пленке был 352-й модели. Эта модель поступила в продажу еще в 1941 году. Что же касается микрофона, мы проверили эту информацию у профессионалов из компании Шур Бразерс, штат Иллинойс. Они заявили, что увиденная на пленке модель известна с 1942 года. Иными словами, мы не обнаружили доказательств того, что фильм был снят позднее 1947 года. Тогда эксперты стали говорить, что эти кадры ничто иное, как чей-то искусственный трюк. Но эта идея не выдерживала критики из-за чрезмерной стоимости подобной шутки. Выступая по телевидению, Эрик Гослин заявил, что он не может согласиться с подобными утверждениями. Меня пригласили на ток-шоу, где мне бросили вызов, смогу ли я, как профессионал, создать подобный фильм. Я не мог отказаться. Я создал модель инопланетянина, которого предстояло подвергнуть процедуре вскрытия, точь в точь, как на пленке Сантили. Эрик Гослин и его брат Карл создали фильм с единственной целью — доказать, что вскрытие инопланетянина Рея Сантили — подделка, сделанная за разумные деньги. У меня не было в наличии необходимых 200 или 300 тысяч долларов, чтобы вложить их в съемки. Кроме того, выйдет ли мой фильм когда-нибудь в эфир? У меня в запасе было всего две недели, но я справился. Мы стратили меньше 2000 долларов. Несмотря на то, что братья Гослин смогли на собственном примере показать, что возможно создать нечто похожее на фильм Сантили, но тем самым они не доказали сам факт фальсификации. Необходимы были более веские обоснования подделки. Сантили так и держал в тайне имя загадочного оператора. В конце концов, под давлением прессы он заявил, что это был некий Джек Барнетт, тот самый оператор, который также снимал первые испытания атомной бомбы к югу от Тринити, штат Нью-Мексико. Только двум операторам было дано официальное разрешение на съемки тех исторических кадров. Однако ни один из них не подходил под операцию. Это было написание того Барнетта, которое дал Рэймонд Сантили. Британский продюсер заявил, что его фильм подвергли экспертизе в компании «Кодек», где якобы подтвердили тот факт, что съемки были сделаны именно в 47-м году. Но и это заявление казалось ложным. Мы связались с Питером Нильсоном, представителем компании «Кодек» в Англии. Именно он должен был проводить экспертизу, на которую ссылался Сантили. Нильсон заявил, что никогда не проводил данного исследования. Хотя признался, что просмотрел часть фильма, которую ему предоставил Рэймонд. Пленка держится на катушке с помощью крошечного кусочка целлюлоида. На основании кода, который наносится на пустые кадры, Нильсон сделал следующее заключение. Этот код действительно относится к пленке 47-го года выпуска. Но на прозрачном целлюлоиде, разумеется, не сохранилось никакого изображения. Поэтому не было никаких доказательств того, что код изначально относился именно к этой пленке. Сантили занимался старыми американскими фильмами. Для него не составило бы труда снять целлюлоид с любой из имевшихся у него в наличии пленок 1947-го года выпуска. Не было никаких подтверждений, что кадры о вскрытии инопланетянина были сняты именно на данной пленке. Сантили распространял свой фильм на магнитных носителях. Он заявил, что подлинная запись надежно хранится. Сантили, однако, не скрывал сами коробки, в которых держал пленки. На одной из них обнаружилась подозрительная этикетка. Помимо нескольких, ничего не значащих пометок, на коробке красовался штамп Министерства обороны США. Тогда возникают два вопроса. Во-первых, Сантили заявлял, что фильм так и не попал в руки военных. Тогда откуда же взялся министерский штамп? Во-вторых, после проверки национальных архивов в Вашингтоне стала очевидна и любопытная деталь. Этот штамп появился и был одобрен президентом США только в октябре 1947 года, то есть четыре месяца спустя после того, как была сделана запись. Итак, ошибка в датировке фильма была, наконец, доказана. Джон Спенсер исследовал феномен НЛО на протяжении многих лет. Он стал автором множества книг на эту тему, включая обширную энциклопедию. Также он долгое время возглавлял Британскую ассоциацию исследователей НЛО, одной из крупнейших в Англии объединений уфологов. Хочу сказать, что я с самого начала подозревал, что этот фильм является подделкой. История его неожиданного появления, необычная манера, в которой он снят, такие практически театрально-постановочные съемки, все наводило на мысль о фальсификации. Если сравнить эти кадры с реальными съемками, процедуры вскрытия того времени, можно тут же заметить весьма существенную разницу. Любой внимательный зритель может заподозрить, что это не совсем реальный фильм. Другой вопрос, кому эта фальсификация была интересна? Действительно ли Рэй Сантили подделал эту пленку? Или он сам оказался доверчивой жертвой обмана? Вот о чем стоит задуматься. Если говорить языком полиции, чтобы поймать правонарушителя, необходимо понять, кому было выгодно преступление. На показе вскрытия инопланетянина Рэймон Сантили заработал более 7 миллионов долларов. Питти Барнум как-то обронил. Каждую минуту в мире рождается еще один идиот. Если бы Барнум был жив, он бы оценил то, как один из экспонатов его коллекции превратился в мнимую руку инопланетянина. Вскрытие резинового манекена принесло ловкому пройдохе тысячи долларов. Ученые, в надежде отыскать революционные идеи, ломали голову над письмами, имеющими якобы внеземное происхождение. Если бы Барнум был жив, он без сомнений присоединился бы к многочисленному отряду уфологов. Продолжение следует...